Роддом Самый большой в Бишкеке и по республике. В нём сконцентрировано всё, что может касаться здоровья матери и ребёнка на период беременности и родов. Много отделений разной направленности – гинекология, акушерство, хирургия, реанимация, детская реанимация, кабинеты УЗИ, Доплер, кальпоскопия и многое другое. Перед приёмом проверка температуры тела с помощью бесконтактного градусника. Это приёмное отделение. Отсюда и начинается путь каждой пациентки. В сутки принимает до 60 человек. Перед тем, как принять роженицу, специалисты записывают все данные, медицинские справки. Женщина поступает в сроке 36 недель до 2 рубца на матке. Здесь тоже осматривается врачом. Проводит сейчас УЗИ-исследование. Сейчас они подойдут в УЗИ-исследование. После УЗИ-исследования ещё раз врач посмотрит, диагноз поставит. И данная пациентка сейчас будет госпитализироваться в отделении патологий беременных. Там тоже будет консилиум. Ещё раз полностью обследует и решает вопрос, когда и как рожать. Корпус перинатального центра большой, трёхэтажный. Именно в этот роддом поступают беременные женщины с осложнениями. Частные клиники заключают договоры об оказании экстренной помощи в непредвиденных ситуациях во время родов. Наш городской перинатальный центр функционирует с 1985 года. В 1985 году касса организован. На сегодня развернут на 385 коек. То есть одновременно может находиться женщины, дети, 385 человек. Особенность нашего центра. Мы являемся городским перинатальным центром. То есть мы обслуживаем всех беременных женщин, если поступает с преждевременным родом. Это что означает? Означает, что женщина может рожать с 22 недель, если роды начнутся, до 34 недель. Принимаем весь город полностью всех беременных женщин. Это кабинет, где проводится общий осмотр. Именно здесь вырисовывается общая картина. Врачи принимают решение, в какое отделение направить пациентку. Обязательная процедура – осмотр с помощью УЗИ. Женщинам, пациентам, которые обращаются в наш центр, проводятся все УЗИ-исследования с доплер сосудов. Это проводится бесплатно всем женщинам, у которых есть показания к исследованию. Данная женщина с чем поступает, Надя Мактышна? Беременность 35 недель, просто истык. Прекламывается тяжелой степени, 35 недель. У нас есть возможность, вот посмотрите, это кровоток между матери и плода. Обследуют. Нет ли нарушения кровотока между матери и плода. Оценку дают. Многие процедуры, такие как УЗИ, доплер и кальпоскопия, во время беременности делают в этом роддоме по направлению от поликлиники, где пациентки наблюдаются по месту жительства. Здесь принимают пациенток и без прописки. Если беременная женщина, пациентка обращается в экстренным ситуациям, мы всем оказываем помощь безотказно. А так, за сутки к нам обращается от 60 до 100 пациентов. В приемном отделении проводится сортировка. То есть, женщины, которые должны у нас остаться и должны у нас получать стационарное лечение, тогда мы их принимаем в зависимости от патологии. То есть, женщина может поступать в родильное отделение, женщина может поступать в патологии беременных, женщина может поступать на операцию или в отделение реанимации. Из них где-то 10-12% женщин, которые обращаются к нам без показания госпитализации. То есть, эта женщина не должна получать стационарную помощь. Мы им даем консультацию, обратно направляем в поликлинику. То есть, по месту жительства к семейным врачам обращаются. В городском перинатальном центре бывает настоящий бэби-бум, когда врачи принимают до 70 роженец в сутки. К сожалению, немало и пациенток, у которых возникают преждевременные роды. По профессионализму, по оказанию медицинской помощи, наоборот, от частных клиник, нам, многих женщина отправляет, наоборот, к нам. Почему? Потому что, если женщина поступает в тяжелом состоянии, или ожидается тяжелые роды, или рождается недоношенной, наборожденной, в частных центрах же оказание помощи для недоношенных и для тяжелых детей же не все условия, соответственно, сегодня стандартные. Поэтому они, наоборот, к нам направляют. Соответственно, многие женщины обращаются из-за ребенка или из-за своего состояния в наш центр. В реанимационном отделении имеется несколько палат, где получают медицинские процедуры недоношенные младенцы. Я нахожусь в реанимационном отделении, где проводится интенсивная терапия для недоношенных детей. Вообще, посторонний вход сюда строго воспрещен. Но врачи сделали для нашей съемочной группы исключение. Отделение предназначено для оказания медицинской помощи новорожденным с экстренно низкой массой тела, недоношенным и детям с врожденной патологией. Индивидуальное реанимационное место каждого ребенка оборудовано аппаратом искусственной вентиляции, приборами, поддерживающими постоянную температуру и влажность, монитором для контроля жизненно важных параметров организма, аппаратами для постоянного внутривенного введения лекарств, аппаратом для санации дыхательных путей. Наше отделение рассчитано на 18 коек. В прошлом году, в конце 2022 года, у нас здесь был капитальный ремонт. Оснащение, в принципе, у нас, не скажу на 100%, но на 70-80% оснащение хорошее у нас. Если вы видите консоли, это у нас центральный привод жидкого кислорода, центральный привод идет и сжатого воздуха. Поэтому у нас проблем с компрессором, с кислородом практически нет. Оно у нас идет постоянно в системном режиме. В лечении каждого ребенка принимает участие заведующий отделением, лечащий врач, постовая медицинская сестра. Соблюдается лечебно-охранительный режим и создаются условия, максимально приближенные к внутриутробной жизни. У нас кювес. Соблюдается три Т, то есть темнота, мы удерживаем темноту, чтобы не было, тишина, теплота. Внутри в инкубации есть определенный температурный режим, определенный процент влажности и темнота. То есть, насколько возможно, комфортабельные условия для того, чтобы ребенок мог чувствовать себя как в утробе матери. По словам врачей, отделение обеспечено лекарственными препаратами последнего поколения, позволяющих ускорить созревание легочной ткани у глубоко недоношенных детей и перевести их на самостоятельное дыхание. Кормление детей производится по индивидуальному режиму. Мама имеет возможность посещать ребенка. К концу вторых-третьих суток у таких детей, учитывая особенно желудочно-кишечный тракт, они не могут усваивать хорошо пищу. Нам приходится переходить либо на частичное парентеральное питание, где даем только трофически, чтобы голодный желудок не был, чтобы вырабатывалось бифидобактерии. И остальное идет как парентеральное питание. В городском перинатальном центре у большинства пациентов беременность и последующие роды проходят без осложнений. Важно, как говорят специалисты, во время беременности обращаться к врачу и вовремя проходить все необходимые процедуры. Стандарт оказания услуг, который необходим для родов, для послеродового периода, для беременных, полностью мы обследуем у себя. Для детей практически все анализы у нас есть. Ультразвуковое исследование, если женщине необходимо, мы проводим у себя. Газовый анализатор у нас есть. И проводим кардиотекограмму. То есть, если при поступлении женщине необходимо обследование состояния, внутритробное состояние плода, тогда мы можем провести это исследование у себя. Это двухместная палата у нас. Здесь лежат две женщины. Точно так же санузлы, холодильники, обеспечены холодной и горячей водой. Но все удобства для роженец и для новорожденного. Практически во всех помещениях созданы все необходимые условия. Именно так должно выглядеть государственное родильное отделение, говорят врачи. Ежегодно в Кыргызстане происходит более 150 тысяч родов. На какие льготы могут претендовать беременные? По программе государственных гарантий беременные входят в льготную категорию. Если они попадают в стационар по своему основному диагнозу, то лечатся без внесения сооплаты. Неважно, застрахована женщина или нет. Поздравляем маму. Святые поздравления. Будь мамой. В городском перинатальном центре каждый день праздник. Это отделение, где проводится выписка мам и их младенцев. И еще раз мы шаг посмотрим. Сегодня из роддома выписались 60 пациенток. Врачи и персонал центра не успевают заполнять соответствующие документы для получения родителями метрики.